Дорожную ситуацию в Видном назвать благополучной сложно. Заторы в часы пик, утром и вечером, затрудненное движение на отдельных участках в течение всего дня. Разве что ночью улицы свободны. На днях и без того сложная обстановка усугубилась. В причинах разбиралась наш корреспондент Татьяна Акимова. Дорожные заторы, пробки, от них давно страдают жители мегаполисов и крупных городов. Но, к сожалению, в последнее время с проблемами на автодорогах все чаще сталкиваются и в небольших населенных пунктах. И для видовчан уже давно стала обычной ситуацией, когда добраться, например, с проспекта Ленинского комсомола на Школьную значительно быстрее получается пешком. Но 21 октября наш город практически встал. Причина затрудненного движения – тоннель, связывающий многоэтажную часть Видного и Расторгуева. А точнее, начавшиеся ремонтные работы автомобильных проездов. Это кошмар какой-то. В час я еду с центральной до Расторгуева. Если асфальт положить можно за ночь. За почти 20 лет эксплуатации в тоннеле неоднократно проводились работы по ямочному ремонту дорожного полотна. Но острая необходимость полной реконструкции обоих автомобильных проездов назрела давно. Дело в том, что бетонное основание дороги пришло в негодность, полностью раскрошившись. В таком случае простым латанием ям не обойтись. Сейчас снимаем ту металлическую конструкцию бетон, потом заливается новый бетон с армокаркасом, два слоя обклеечной изоляции, устанавливается водоотводный лоток и, соответственно, еще два слоя асфальта. Завершением работ станет восстановление бетонных отбойников и установка перед въездами в тоннель ограничителей на габариты транспорта, препятствующий проезду автомашин высотой более 3,5 метров. Ремонтировать тоннельные автопроезды будут поочередно. Для транспорта организовано чередующееся одностороннее движение. Оно регулируется временными светофорами, которые установлены перед въездом в тоннель с обеих сторон. Мы будем регулировать, есть такая возможность, работы светофорных объектов в одной или в другой стороне, уменьшая продолжительность зеленого или красного света. Именно реверсивное движение и стало причиной заторов. Но отчасти виноваты водители, которые не всегда уважительно относятся к другим участникам дорожного движения, нарушая правила и норовя проскочить под запрещающий сигнал светофора. Что же касается еще одного третьего тоннеля пешеходного, то использовать его для проезда транспорта не представляется возможным, так как здесь проложены инженерные коммуникации. Мы приносим, конечно, извинения за временные неудобства для автолюбителей, но мы просим выбирать маршруты объезда. К сожалению, это очень насущный вопрос для города, и мы его обязаны выполнить в этом году. Сейчас рабочие компании «Стройпроект» трудятся в одну 12-часовую смену. Но если будет необходимо, то ремонтные работы будут вестись круглосуточно. Реконструкция тоннеля должна быть закончена до 30 ноября. Ремонт ведут. Молодцы ребята делают. Было очень плохо. Сейчас, наверное, будет лучше. А что касается проблем с движением? Проблемы, конечно, есть с движением, но как их избежать? Не без этого. Потерпим? Потерпим. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.